здравствуйте с вами программа гипотеза и я лилия или кого сегодня я рада приветствовать в нашей студии писателя политолога публициста кирилла бенедиктова автора политических биографий дональда трампа и марин ли пен и колумниста издания rush today здравствуйте кирилл здравствуйте лилия мне очень приятно снова быть в этой студии где мы год назад уже вот разговаривали про как раз марин ли пен и надеюсь что сегодня беседа будет не менее интересной потому что очень много есть вещей которые стоит обсудить действительно год назад мы очень обстоятельно я помню обсуждали францию политику макрона те события которые предшествовали его избранию и в целом изменения в европейской политической повестке в связи с этим вот хотела бы спросить за прошедший год политическая повестка стала только более интересной да политические события напоминают вообще захватывающий сериал потому что то что происходит иногда неожиданно иногда это революционные изменения как в италии иногда это что-то совершенно такое неожиданное как случилось выборами в швециях когда шведские демократы пусть и не набрали ожидаемого количества голосов но все-таки они заняли достаточно прочную позицию и много людей отдали им свои голоса то есть происходит такой процесс когда либо националисты берут повестку популизма либо популисты с националистической повесткой стремительно идут к власти как вы считаете с чем это связано связано это прежде всего конечно с тем что идет очень мощная ответная реакция на глобализацию это ну несколько отложенная реакция да но тем не менее вот она сейчас набирает силу это не антиглобализм вот антиглобализм сам термин немножко скомпрометирован теми значит активистами которые периодически устраивают всякие манифестации там где проходят саммиты мировых лидеров или каких-то межгосударственных организаций национальных структур и так далее нет это не совсем антиглобалисты но это вот я бы сказал там часть наверное политического класса и татья часть общества которая противостоит либеральной глобализации вот вы сказали про популизм это в общем верно но сам по себе популизм не является чем-то новым да это достаточно старое явление вот а новое явление вот бельгийский политический философ шантальмов называет это популистским моментом популистским моментом то есть как бы это фактически новый популизм который берет действительно на вооружение очень многие националистические идеи и лозунги инкорпорирует многие крайне правая но кто в то же время и левая партия движения и получается что мы имеем дело уже не со старой вот этой вот дихотомии левая правая а с целым рядом новых таких противостояний осей да допустим там там либеральные глобалисты сторонники традиционных ценностей и практик центр периферии вот это особенно важно для таких стран как допустим соединенные штаты и франция например мы про это еще поговорим вот то есть вот особенность нынешнего момента в том что на смену традиционным там левым правым партиям там центру и так далее да приходят движения которые очень четко ассоциируются уже даже не с какими-то значит вот противостоящими друг другу частями политического спектра да сколько с допустим элитами и народными массами вот и удивительным образом то что раньше может быть да тоже было такое да правое условно говоря защищали интересы элит левые защищали интерес народных масс вот сейчас такого нет например вот во время последних выборов италии вот как мы видели из диаграмм который нам итальянский коллега показывал центр рима старые богатые кварталы населенные в общем состоятельными людьми голосовали за коммунистов периферия рима голосовала за лигу и за по понятным причинам потому что на периферии рима там сосредоточены как раз лагеря миграционные мигрантов и очень много лагерей таких поселений цыганских которые на самом деле они не сильно озвучиваются у нас в прессе да ну то есть мы про них практически не знаем но это та проблема с которой связываются итальянцы на которую сальвиния вице-премьер от лиги лидер лиги постоянно бьет то есть окраина рима и люди сталкиваются с тем что им постоянно там вот у них какие-то возникают проблемы они винят в нем цыганские поселения то есть вот тут это более менее понятно совершенно верно вот мигранты и ну там цыгане как частный случай на основном мигранты да это как раз и есть то проявление либеральной глобализации которая наиболее очевидно для на широких масс населения то есть в целом глобализация но это такой красивый термин да за которым там могут скрываться вполне конкретно экономические какие-то модели структуры но рядовой человек с этим редко сталкивается вот так напрямую да то есть там не знаю действительно там брюссель разрабатывает очень подробно экономические какие-то модели там и так далее но но человек с улицы условно говоря с ними практически не сталкивается в повседневной жизни а если сталкивается их не узнает а мигранты это как раз то что он видит постоянно то что влияет на его жизнь причем влияет в негативном плане потому что как бы мало того что они создают там определенную напряжение криминогенной обстановки да но еще при этом просто уровень жизни ухудшается просто сил экономических причин вот допустим сейчас во франции проходят массовые манифестации массовые акции протеста против повышения цены желтые жилеты да совершенно верно что они говорят значит вы нам повышаете цены на дизель на бензин нам надо ехать значит ездить из пригородов в города на работу значит у нас соответственно будет ходить гораздо больше денег а куда пойдут эти деньги эти деньги пойдут на поддержку мигрантов новых значит мигрантов которых и так уже больше чем надо из-за которых мы в свое время переселились в эти значит за за город до чтобы не сталкиваться с ними в городах вот а теперь еще получается что мы еще не можем из нашего загорода ехать на работу потому что повышается цена на да то есть вот проблема миграции это как раз то что очень сильно подстегнул этот популистский момент именно поэтому то о чем вы сказали то что популисты берут на вооружение националистические лозунги ну вот это вполне естественно потому что борьба с миграцией это по сути дела отставили национальных интересов то есть это не не то чтобы это было там как некоторые говорят расизм там и ксенофобия да нет вполне для европейских наций это вообще не очень серьезная проблема от расизма да потому что они на протяжении многих десятилетий живут в общем привыкли конечно да и многие многие этнические группы интегрировались вполне там его французское общество и в немецкое и так далее вне зависимости от трассы но здесь речь идет конкретно о той миграции которая сильно осложняет жизнь европейцев простых европейцев которые собственно голосуют за те или иные партии вот именно поэтому да вот получается что популизм вовремя сориентировавшись значит взяв себе на вооружение старые достаточно лозунги крайне правых националистических партий вот сейчас стал другим то есть вот это не тот популизм который был там не за 20 30 лет назад и это не те националисты которые были тогда вот собственно говоря вот пример италии и победа конечно такая вот очень болезненно для брюсселя для вообще евро абсолютно то есть это их перевернула там же произошло что вот вы говорили что это не правые не левые в старом понимании это как раз вот калька со слов просто дима и луиджи дима и лидера пяти звезд движение пяти звезд момента чинка стелли когда после выборов он сказал мы не правы мы не левые мы уже превзошли вот эти вот старые деления мы совершенно новое политическое движение и это на самом деле так потому что у них даже повестка с которой они шли вот в чем-то она совершенно популистская потому что там не было конкретной ни политической ни экономической программы там был набор отдельных шагов мы сделаем вот это мы откажемся вот золотых парашютов мы откажемся от системы привилегий экс депутатам и высшим чиновникам мы отменим привилегии там те которые водилось правительство рэнце мы будем бороться с безработицей то есть как бы это было обо всем и ни о чем но и и они же говорили что мы не правы и мы не левые но они пришли за них проголосовали очень многие то есть внутри три процента и в дальнейшем то что то что они объединились все-таки с лигой совершенно полярным для них и даже для самого дима и вот этот альянс с львине с северянином там южанин с северянином то есть это все какие-то вещи настолько неожиданны что теперь уже и брюссель просто ведет себя достаточно жестко по отношению к этому новому правительству при этом не получая ожидаемого результата то есть все это давление она как бы уходит в никуда то есть она обостряет только противоречия сразу после выборов они же вообще пытались ну они я так понимаю что в общем та часть элита итальянской который тесно связано как раз брюсселем с европейским проектом ну вот она же пыталась в общем помешать формирование правительства блокировали несколько раз там президент значит накладывал ве то не не будет так вроде бы до итальянский президент такая фигура но про который вообще вспоминают там раз в год вот а тут он дал себя знать когда не одобрил кандидатуру там 82-летнего профессора на пост премьера потому что у него слишком евроскептическая позиция в итоге он получил в итоге они получили примере конте тоже университетского профессора который не менее евроскептик то есть это какой-то вот неожиданный альянс и похоже что и брюссель не знает что с ними делать вот вот это вот очень верное замечание брюссель конечно брюсселе естественно и оценивали прогнозировали риски роста евроскептицизма особенно после выборов европарламент вот последних но конечно такого они не ожидали они не ожидали что будет на самом деле это началось конечно с брексита с референдума по брюсситам на вот и вот поднявшаяся волна она конечно оказалась для брюсселя не ну не стоит не столько неожиданно сколько они не 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 могли ожидать что она будет такой волна что будет такой цунами ну вот то есть в каких-то случаях конечно европейский проект глобалистки победил ну вот во франции допустим выбора семнадцатого года до в австрии например в австрии когда вот эти были выборы президента и когда норберт хофер на счет от австрийской партии свободы чуть было не победил там буквально же был пересчет голосов голоса по почте таинственной но таинственная история в итоге победил значит от партии зеленых александр вандербеллен кстати говоря с русскими корнями политик ну вот неплохой судя по сути дядечка но ну конечно никоим образом не популист и конечно не евроскептик ну вот и вот интересно что во время дебатов на хофера с вандербелленом хофер ему прямо говорю вот за вами стоят небольшая группа элиты а я выражаю интересный народ вот популист популист да а вот если уж мы пошли в страну немецкого языка да тогда немножко переместимся в германию которая на самом деле оплот евросоюза до последнего момента казалось что это вообще не зыблемо все и страна которая первой всю эту миграционную повестку протуливала и вопросы терпимости но который случился сначала кельн вы помните события новогодние ночи вот это этот резонанс это скандализация события потом происходят следующие события и то есть нарастает напряжение при этом реакции властей в так в должной мере нет потом инициативы за их оффера вот по созданию анкер-центров которые летом начали открываться которые сначала не принимались но потом все таки эти пункты размещения устанавливаются и потом в итоге мы пришли к хемницу не мы к слава богу не мы немцы пришли к хемницу у вас была статья я помню на этот счет который на самом деле события уже достаточно сильно напряженные но вот в существующем сегодня раскладе они как бы немножко сгладились то есть напряжение то существует оно никуда не делается просто мы его не замечаем как вы считаете вот в такой ситуации когда за их оффер заявляет что он готов уйти да что вот он сделает свои шаги которые считают необходимым для спасения ситуации и он готов уйти меркель говорит что она тоже готова уйти то есть вот оплоты просто немецкой политики назревает какой-то там непонятно назревает ли но возможен раскол хдс хсс то есть вот как вы считаете кто в итоге придет и не не будет ли там как раз вот популистская какая-то партия так не воспользуется ли она этой ситуации в данном случае это не исключено хотя конечно немецкая политическая модель выглядит более резистентный чем допустим итальянская вот но исключать то что адг альтернатива для германии воспользуется ситуации вот этого политического кризиса и сильно нарастить свои мускулы и увеличит свое представительство в бундестаге и вообще усилит свои позиции в стране в политической системе страны я бы не стал этого исключать совсем потому что значит мы имеем дело с двумя параллельными процессами с одной стороны действительно вот это вот я не знаю насколько она была непродуманная может быть она была как раз наоборот вполне сознательно но в таком случае как бы не понятно что что было ее целью политика открытых дверей которую меркель проводила с 15 года которая реально привела к тому что германия оказалась заполнена в том числе и нелегальными мигрантами которые со всей европы туда стекались и стекаются до сих пор с одной стороны и с другой значит вызванный этим рост возмущение протеста в особенно в восточных областях вот особенно на территории бывший гдр у меня просто друзья живут вот на территории бывший гдр ростоке вот там там очень сильны как раз настроение но первых антимигрантский на это понятно во вторых антимеркелевские в третьих просто практически там через одного все поддерживают адгэ я думаю что эта ситуация типична для восточной германии в принципе то что химниц случился именно там это тоже неудивительно потому что в принципе таких эпизодов как химница наверное можно было по всей германии набрать и в том числе и на западе вот но рвануло именно в химнице потому что потому что очень мощные позиции у адгэ потому что очень большая поддержка правых ну вот опять же правых можно ли назвать адгэ популистами нет вот адгэ как раз популисты не очень яркие вот они в значительной степени как раз больше таки националисты да это их силы это их слабость слабость потому что сейчас время популистского момента то есть если они как раз значит сориентируются и пройдут ту же эволюцию которую прошли допустим вот лига и пять звезд ну больше всего лига потому что пять звезд они изначально были левые вот тогда значит у них появится больше возможностей для того чтобы заручиться поддержкой не только на востоке очень непонятно что происходит внутри самой политической элиты германии судя по всему происходят какие-то очень мощные подковерные процессы которые иногда выплескиваются вот ну как вот этот вот скандал значит начальником контрразведки бывшим которого меркель вроде уволила значит а за их оффер значит потребовал чтобы его вернули в итоге значит его как бы начать поста начальник контрразведки сняли но при этом дали еще более высокий пост системе мвд это было наверное но для меркель очень раздражающим это было да это было некоторым смысле даже оскорбление для меркель вот и мало удивительно что после этого она как раз к ну конечно мы понимаем что после не значит из-за этого но тем не менее да вскоре после этого она заявила что уже больше не будет блокироваться на пост за прошедший год за прошедший года и там за лето и весну и пришлось много чего нелицеприятного свой адрес выслушать выслушать да и много чего коллег пережить и вот последнее что значит не случилось это вот буквально вчера когда она летела на сами двадцатки в аргентину значит с двумя ее самолетами произошли какие-то странные вещи то есть первый самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа части оборудования со вторым самолетом что-то резервным тоже что-то произошло у немцев неполадки в оборудовании это это же не спроста вы считаете это же абсолютно не спроста и в итоге меркель добиралась в аргентину значит просто гражданским бортом то есть вот ну конечно может быть да всяко бывает и там бывают такие дни когда все из рук валяться там и так далее но но вы совершенно правы у немцев такого быть не мужик два раза подряд ну тут то тогда все таки я сейчас зайду на тему американскую вот сша поскольку вы очень интересно пишите про американскую повестку сейчас прошли выбор у них сената в конгресс и такое ощущение что эти выборы они усилили статус-кво как бы даже потому что в сенате также республиканцы они даже можно сказать что свои позиции не потеряли укрепили в нижней палаты демократы означает ли это что общество сейчас вот в америке но как бы в том числе по отношению к президентской политики да вот не к президенту трампа потому что это отдельная история а это мы к президентской политики что она поляризуется что она разделяется на две части и в таком случае что это будет означать вообще для вот для их внутренней политики для их внешней политики означает ли что это что трамп пойдет на второй срок либо что вот что что чего там ожидать вы как американист сама по себе ситуация при которой одна партия значит берет нижнюю палату вторая контролирует сенат в общем в ней ничего такого нового нет наоборот значит как правило так оно все и бывает больше того очень часто бывает так что вот эти промежуточные выборы которые в середине срока между двумя президентскими вот их обычно партия президента который сидит в белом доме всегда проигрывает ну не всегда но в подавляющем большинстве случаев то есть это прям такой алгоритм вот это что республиканцы в общем не просто сохранили контроль за сенатом но еще значит его увеличили это конечно большая заслуга ну кстати говоря лично трампа потому что трамп приложил колоссальные усилия для того чтобы поддержать республиканцев кандидатов республиканцев на этих выборах то что потеряли нижнюю палату ну да это конечно плохо для республиканцев для трампа это плохо вот но это очень очень было прогнозируемо вот как раз если бы наоборот еще республиканцам удалось бы удержать нижнюю палату вот это был бы конечно у нас была бы сенсация но в условиях когда против трампа развязана просто такая глобальная война и в сми такой саботаж в общем судебной системе да и так далее ничего удивительного честно говоря в этом нет что это означает для будущего для будущего это означает что конечно шансы трампа победить на перевыборах собственно говоря вот которые двадцатом году будут вот они объективно уменьшились уменьшились ну просто потому что как бы контроль демократов над нижней палатой он по многим причинам для него негативен вот в том числе потому что они сейчас будут прилагать колоссальные усилия чтобы торпедировать все его инициативы ему и так было нелегко то есть при наличии республиканского большинства в палате представителей в сенате он не мог практически ни одну из своих инициатив провести легко некоторые вообще не смогут обама кэр да вот все республиканцы говорили что мы отменим обама кэр вот как только значит вот вообще обама уйдет вот мы тут же отменим обама кэр обама ушел выбрали трампа забыли они не забыли они получилось так что они смогли его трамп не смог его отменить потому что сами республиканцы как бы голосовали по-разному вот не не удавалось обеспечить большинства два раза не удалось вот в итоге они там приняли компромиссный вариант но вот это очень яркий показатель то есть трамп настолько раздражающий был первый год значит для самих республиканцев президент вот что они были не готовы его поддерживать потом у него это получилось он обеспечил себе реально поддержку как большинства в республиканской партии он переделал это некоторые даже эксперты американские говорят что теперь это не республиканская партия а трампистская партия его стали поддерживать как бы практически все фронтмены республиканцев особенно после смерти маккейна когда маккейн все-таки отошел мир иной а маккейн был самым таким яростным противником трампа среди республиканцев вот все получилось но тут они как раз проиграли условно проиграли этого промежуточные выборы и потеряли контроль над нижней палатой что касается поляризации поляризация была давно выборы здесь ничего не поменяли выборы немножко показали что трамп теряет поддержку в ряде штатов ржавого пояса который за него голосовал в шестнадцатом году это вот индустриальные районы америки это плохо но это тоже объяснимо потому что во первых он не смог выполнить многих своих обещаний предвыборных в силу сильного сопротивления конгресса во вторых на выборах шестнадцатого года в ржавом поясе за него пошли голосовать люди которые не голосовали никогда до этого нам лет 15 не голосовали точно это вот потерянные избиратели которые ну чтобы вытащить их из их значит этих там домиков не знаю трейлеров там где они там живут вот нужны какие-то ну сверх необычные обстоятельства за трампа они пошли проголосовали а на промежуточных выборах они просто не пошли ну вот поэтому как бы ну просто не пошли голосовать не то чтобы за трампа просто вот ну ими это неинтересно ну вот поэтому демократам удалось часть вот значит штатов ржавого пояса перетянуть на себя что будет в двадцатом году сказать сейчас конечно очень сложные почти что наверное нереально у демократов нет сейчас пока никаких ярких фигур которые они могли бы выставить ну то есть они есть яркие фигуры но они настолько не консенсусная вот что сложным сейчас сказать говоря что может быть пойдет мишель обама вот это будет конечно интересно вот почему нет если бы она была еще и латиноамериканка было бы ну ну да еще интересно вот но это мы еще я думаю успеем до 20 года поговорить да сейчас ясно одно значит вот то что мы называем популистским моментом европе в америке в общем на данный момент выдохлась выдохлась пик был в шестнадцатом году когда избрали трампа вот дальше у него пока не получается реализовать ни одну из своих больших таких вот идей ну типа строительства великой мексиканской стены например вот если бы он построил стену ну и хотя бы начал строить стену да вот его бы конечно просто видимые миру акции резко пошли бы вверх то что у него получается все с экономикой это очень здорово и это очень хорошо как бы но это далеко не всем видно вот нужна очень большая работа пропаганды чтобы сми которые все против они все против они освещают абсолютно понятно а вы будете писать продолжение политической биографии дональда трампа я надеюсь скажем так работа над этим идет вот есть даже предварительно рабочие названия книжки вот но тут очень много зависит ведь от того будет ли то что называется социальным заказом то есть материал в общем материал очень много вот части которые публиковались допустим на некоторых сайтах таких как вот политаналитика вот такие документальные детективные истории как да у вас даже если их собрать из статей уже да уже часть книжки будет так что в общем ну я боюсь говорить чтобы не сглазить но работа такая ведется будем надеяться что мы увидим такую книгу и в одной из следующих бесед все таки это обсудим спасибо большое с нами был писатель публицист автор политической биографии дональда трампа и марин ли пен кирилл бенедиктов большое спасибо большое спасибо до новых встреч